Иристон ТВ. Подкаст. Только футбол. Добрый вечер, уважаемые гости. Это подкаст «Только футбол». Мы снова работаем в прямом эфире. И сегодня впервые в истории нашего проекта у нас в гостях футболиста Ланни. Защитник. Я рад приветствовать Константина Плиева. Первооткрыватель. Первооткрыватель вот этой всей истории. И теперь мы надеемся, что с твоим появлением дальше у нас пойдет череда вот таких вот эфиров с участием наших замечательных игроков. Вадим Токсеров, Феликс Макеев. Наши постоянные соведущие эксперты. И понеслась. Я готов. Не нервничаешь, потому что мы тут, знаешь, все время что-то серьезно очень обсуждаем. Кого-то критикуем, ругаем. И вот так получилось, что ты первый к нам пришел. А что легче? Перед камерами или на поле? Перед последней особенно игрой газа. Ну, на игре полегче, на самом деле, чем вот так. Да, смотри. Это уже более привычно. Повод у нас все-таки хороший и приятный, с учетом того, что последняя игра команды была победная. И вот хочется узнать, переломилось ли что-то внутри коллектива психологически? Ну, как восприняла команда эту победу? И что дальше может быть, на твой взгляд? Ну, эта победа, я думаю, очень сильно психологически нам помогла, потому что, ну, были много неудачных матчей. И это как ни крути, это сказывается на психологию сто процентов. И мы очень хотели победить не только в Тюмени. Каждый матч хотим побежать, но случилось так, что победили в Тюмени. Я думаю, сейчас команда более будет раскрыта и все должно быть хорошо. А все-таки психологически в чем была проблема, на твой взгляд, что вот так долго не удавалось выиграть? Ну, это можно с многими факторами связывать, на самом деле. Просто сейчас не хочется туда уже уходить. И при Василенко были какие-то нюансы. Ну, у нас на самом деле за последний год у нас много, уже третий тренерский штаб с нами работает. И нам это тоже тяжело. Поэтому мы каждый раз пытаемся подстроиться под новые требования, и для футболистов это всегда бывает тяжеловато. Но сейчас все хорошо, начинаем потихоньку работать и понимать, что требует от нас, конечно. Перед продолжением, Фил, если позволишь, я еще озвучу информацию, которую надо делать обычно в самом начале. У нас есть телеграм-канал, который называется «Спорт Арестона». Попрошу режиссера вывести QR-код на экран. Перейдя по этому QR-коду на наш телеграм-канал, Вы можете под последней публикацией задать вопрос нашему гостю. Здесь он обязательно прозвучит. А теперь давай. В контексте настроения, пока от этой темы не отошли, у нас Тами Хадая в комментариях задал вопрос. Вынужденная пауза не собьет настрой после победы? А «Привет и братик» он там тоже написал. И «Привет и братик». Я думаю, что нет. У нас наоборот было такие... После Тюмени именно эмоционально мы очень много эмоций оставили в этом матче. И после игры там очень команда радовалась, как будто выплескнули этот порыв. И мне кажется, что наоборот, сейчас чуть-чуть уже успокоились, все, и именно с концентрацией полной мы пойдем к игре с черноморцем. Мне кажется, наоборот, это на пользу к нам пойдет. Команда завтра отправляется в Грозный, насколько мне известно, да, хотя игра 31-го числа, воскресенье, но едет не в полном составе. Кто-то здесь остается. К сожалению, да. Ты набрал четыре желтые карточки, дисквалифицирован, будешь здесь в городе. Чем займешься пока командой там? Остается реабилитолог нас, отца Мазбуря, Бузиевич, Бурайф, и у меня индивидуальные тренировки будут с ним проходить все эти дни. И ничем не слабее, чем у команды. Не забыл, выждатом, отдохнешь? Нет, сто процентов. Понял. Как его работать под руководством нового главного тренера? Да, все супер. Если честно, Евгений Игоревич хочет поставить ту игру для Алани, которая должна быть у этой команды, потому что мы хотим играть в атакующий, агрессивный футбол, и мы каждый день над этим работаем. Просто всему свое время надо, чуть-чуть надо время, и все наладится сто процентов. Но которое видение у него есть, нам всем очень сильно это нравится. Вадим Константинович что-то долго молчит. Да, Константин, скажите, вот те предсезонные матчи, которые мы никогда не отдаем, скажем, результат которых мы никогда не воспринимаем всерьез, все-таки вот это неудачные игры, в которых мы не могли толком выиграть, по сути, не выиграли. Одну выиграли. Да, одну, в спинальти. Да, да. Вторым составом. Как-то вот это наслоилось на той самой какой-то психологический подковал это тоже со своей стороны? Да, я думаю, что нет, потому что это предсезон, когда любой матч хочется выигрывать, понятное дело. Но я еще раз повторю, что менялась игра кардинально. При колешине игра кардинально, хочет он изменить игру, и это всегда требует времени. Что он хочет изменить? Он хочет все изменить. Ну, понятно, подагрессивный, атакующий, что под этим подразумевается? Игра внизу постоянно, розыгрыш от ворот постоянно. А почему поднимаете мяч? Я не возговорю. Когда мы поднимаем мяч? Да очень часто в первых матчах. Ну, вот возьмем Тюмень, матч. Мы все разы разыграли мяч от ворот. Да, но в начале матча было все-таки тревожные забросы. Не, ну тревожные забросы это может быть. В начале матча. Да, в начале матча это... Мы все равно, ты привыкаешь к сопернику, первые минуты всегда бывают такие накаленные в плане, надо чуть-чуть привыкнуть, адаптироваться, и потом ты уже начинаешь включаться в свою игру. Ну, я думаю, что просто надо чуть-чуть время, и оно уже подходит, это время. Нам есть куда расти, это 100%. Мы с каждым днем, и вся команда очень сильная, и тренерский штаб, и игроки все очень сильно работают над тем, чтобы улучшиться. Максимально улучшиться, потому что нам надо отыгрывать 6 очков до первого места. Вот, Константин, несмотря на то, что первый тайм матч с Тюменевым был гораздо лучше, чем в предыдущих двух играх, все-таки он гораздо сильно уступал тому, что мы показали во втором тайме. Что произошло? Ничего, я думаю, не происходило. Кардинально такого ничего не изменилось. Может, вы что-то там подсказали? Ну да, в перерыве, просто то, что в раздевалке, это остается в раздевалке, но были подмечены ошибки. Он сказал, что надо исправить. Мы это постарались исправить, добавили еще в агрессию. Мы понимали, что, ну, объективно говорить, что если бы мы в Тюмени не выигрывали, нам было бы дальше очень тяжело. И каждый проникся в это и понял, что это вот сейчас, это шанс, последний шанс, считай, что мы им, слава богу, воспользовались. Поэтому у нас там и один, и второй пенальти, и какие-то моменты были, и дожали. И было, ну, то же самое главное, что была уверенность внутри, что команда обязательно... Даже после пенальти, даже после второго, вот мы по себе... Да, было психологически, из-за чего я схлопотал четвертую желтую, я не буду брать психологически. Да, там было, ну, такое, словесно мы повздорились с игроком соперника, я получил четвертую. Это, да, эмоции, потому что ты уже, ну, думаешь, один, да, заряженный, ты один пенальти не забиваешь, второй там давишь, пытаешься, ну, не летит, не летит, не летит. Ну, внутри все равно была уверенность, что мы должны забить, и так, слава богу. А партнеру по команде Бутаева проставились? Ну, пенальтисты, во всяком случае, пенальтисты хотя бы. Пока еще рано проставляться. Это друг ты-то обсуждал потом в раздевалке? Да, все обсуждали, потому что от него точно никто не ждал просто этого удара. Но при этом Санислав Схавребов сказал, что там была отличная обработка мяча. А вот Калешин, интересно, вот просто мне для себя интересно, я понимаю, что, может быть, ты не будешь знать ответ на этот вопрос, ты не знал Калешина в Акроне, да? Но вот Калешин в Акроне и Калешин сегодня в Волании, насколько это два разных человека? Потому что мы слышим, что даже от болельщиков, когда была, ну, была пауза зимняя, да, мы видели, что когда были какие-то опасные моменты там в этих играх, он не очень эмоционально реагировал. Да и, в принципе, в официальных играх тоже. А им-то хочется видеть вот это вот все, а в Акроне-то это все было. Вот он менее эмоционален, так сказать, чем раньше. Ну, на данный момент пока что я думаю, что да, потому что в Акроне даже когда против Акрона играли, и Калешин был главным тренером Акрона, то там набровки происходило, ну, реально что-то невероятное. Ну, хочу сказать, что игра с Соколом домашняя, вот сейчас, набровки было то же самое практически. Чуть-чуть, может, не хватало до Акроновского времени, но происходило то же самое. Все-таки игрокам как комфортнее, когда тренер где-то со стороны... Это даже не комфортно, это, я думаю, для нашей команды, что в моменте, вот образность Тюменю было практически все спокойно, потому что, ну, он видел, что он требовал, требовал, практически мы все выполняли. А с Соколом мы второй тайм упускали нашу игру, и это его не устраивало. И вот он начал заводиться. Я думаю, что для команды, для игроков это в пользу только что. Наоборот, игроки просто, ну, как-то взбудоражились и начали все со спокойной головой делать. Ну, ладно, то, что было в раздевалке, вы это не говорите, это остается в раздевалке, но вот после незабитого второго пенальтика, как-то он подбадривал, какие-то слова были? Да, только... Какие слова? Ну, я так тоже, я же в игре был, я так точно не могу сказать, но он никакой эмоции не подал, что там, или кричал на Исламу, что вообще никакой батрас Гурцев когда-нибудь забил. Ну, только все, даже все партнеры просто их поддержали, сказали, пацаны, не переживем, ну, мы сейчас забьем. Потому что, ну, все были уверены, максимально уверены, что этот гол по-любому случится. Ну, от Бутаева этого не ожидали. Ну, да, от Бутаева. Ну, и хорошо, что так получилось. Да, да, слава Богу. Не ожидали, не ожидал. Получилось. Романтично. В прошлом выпуске нашего подкаста здесь Станислав Скавребов сказал, что, общаясь с Евгением Игоревичем, он узнал, что была встреча команды и тренера, когда обсудили все проблемы. Самый, ну, может быть, можно это озвучивать или нельзя, решишь ты, но вот самые такие главные проблемы, которые вот, из-за которых все это было? Не буду я. Остается у нас. Остается, да, это остается при команде. Все. Главные результаты мы ждем, что после вот этого всего, после последней победы все будет как надо. Да. Здорово. Про брата спрашиваю? Конечно, столько вопросов в комментариях. Столько вопросов. Ну, давай что-нибудь озвучим. Много, на самом деле, вопросов, один из которых звучит так. Азаматик Тменов его задал. Константин, вопрос к вам. Как вам игралось с братом? И как сейчас? Может быть, стоит пригласить и Заурбека, я думаю, имеется в виду в команду. В Воладе имеется в виду, да? Да, они в студию. Ну, пф. А не хочет он сам, кстати? Он хочет, он хотел, и была, может быть, такая вот какая-то возможность, ну, это решать точно не мне, приглашать его сюда или нет. Есть руководители клуба, есть главный тренер, и от меня здесь вообще ничего не зависит. У каждого видение свое. А насчет того, что как игралось, да, игралось, ну, это как мечта детства была, на самом деле. Просто она чуть-чуть еще не до конца реализовалась, потому что мечта всегда была нам вдвоим сыграть за одну команду, и чтобы это была премьер-лига, а если это образно будет еще и Аланя, то это, ну, это все будет. Ну, пока что все шансы есть на это. Ну, мне кажется, в таком случае. В эту гонку тут еще вопрос, а сложно против него играть на поле? Ну, я бы, нет, не сказал бы, что сложно. Я даже вот сейчас в этой игре с Саратовым так получилось, что помощник главного тренера подошел и говорит, ты можешь против брата играть на стандартах, на угловых. Я говорю, вообще проблем нету, потому что на футбольном поле, да, я понимаю, что это мой брат, но он так же. Не говорил он вам, не хватай меня за майку. Нет, потому что я его очень сильно хватал, естественно, был один стандарт, где я его обхватил, прям он ничего не мог сделать. Соскучился. Да. Брат. Давно не видел. А кто лучше играет? Ну, вот у вас же, наверное, всегда такое противоборство было. Ты или брат? Ну, я всегда отвечаю брату. И он тоже так? Ну, это я его не знаю. А он говорит, что он, да? Не знаю. Ну, для меня он всегда был лучше. Я остался. Воспитанники астинского футбола, братья, давай вот попробуем просто вспомнить, да? Ну, первый, кто приходит на ум, это братья Габуловы, да, братья Базаева, братья Клеева. Кто еще? Может, кого-то еще сможем вспомнить? Братья Бакаева. Было такое? Братья Бакаева. У Михаила есть брат. Ты, может быть, Спартаков с один парнями живет, что у него больше вспомнить? Нет, у Михаила есть брат, который сыграл одну или две игры за Ланю. Подсказывают операторы братья Кочмазова. Есть еще братья Васильевы. Вот он, Завр, да, Завр всегда. Братья Васильевы, которые играли в 80-е годы. Один из них провел, по-моему, одно из рекордных количеств матчей вообще за Спартака Джаники, если не ошибаюсь. Это был 90-й год, когда основной игрок был, когда мы выходили в высшую лигу. Он хороший, как, по-моему, играл слева, если не ошибаюсь. То есть, видишь, как у нас богатая династия вот этих вот традиций эстинских футбольных, да, братья играют. Друзья, я предлагаю сделать пока небольшую паузу. Мы сейчас прервемся на рекламу, после чего мы обязательно вновь вернемся в нашу студию. Не переключайтесь. Друзья, возвращаемся в нашу студию. Константин Плиев, гость нашего эфира сегодня. И, наверное, время вопросов в телеге продолжается. Давай озвучим вот такой. Граф Виталий спрашивает. Вечер добрый, Константин и уважаемый ведущий. Вопрос такой. А вы верите в то, что у команды получится в этом сезоне выйти хотя бы в стыки? И как считаете, готовы ли вы в целом к этому? Да, объективно. Мы за что сейчас можем бороться? За первое место. Ну, объективно. Объективно. Ну, у нас только такое. Задача сохраняется и ничего не меняется. Ничего вообще не изменилось. Ничего. Есть шесть очков, которые надо отыграть, и мы хотим их отыграть и стать первыми. Ну, мы не думаем. Просто 97-й год, когда команда по ходу, тренерский штаб по ходу корректировал задачи. То есть, изначало было на золото, потом, как неудачно пошло, на третьем месте медаль. Ну, сейчас... Сказали кубоку и файб, помню, на пресс-конференции это было. И журналисты там прям взахнули. Вот на что, Константин, вот реальной нынешней ситуации можем мы вот... Ответил? Ну, я думаю, только на первом месте. Ну, я копаю его. Накопать здесь смысла реально нету, потому что, ну, все только, у всех на уме только одно место, это первое. Даже вот, ну, будем вторые, да, это хорошо, команда выйдет в премьер-лигу, но все равно вот до конца мы не будем довольны тем, что мы вторые. Мы хотим занять первое место, это изначально было. Что вот каждый внутри себя хочет стать первым, поднять кубок, завоевать золотую медаль. Благо у нас матчи с непосредственными соперниками, арсеналами и Махачкалой. Есть, да. Да, и та же Родина перенесена, которая будет. Да и важно вообще, например, было отобрать очки именно у соседа своего Тимени, да. Потому что каждый такой шестик, это за шесть очков. Да, назначенные шесть очков. Вопрос от Антона. Когда уже будет гол от Константина? Вот какой вопросик. Один я уже сказал. Свои уже был, знаете, теперь в чужой. Честно, на самом деле. Благо хотел примеров, а следует. Слава богу, что не получилось у него. Ну, как зрелище было. Честно, и стандарты часто наигрывают на меня, именно, чтобы я там бил. Ну, пока вот не доходят так, или сам не попадаю, либо не доходят передачи. Ну, тоже так сюрпризом, как будто в тот раз. Ну, да, может быть, откуда-нибудь, как ударю, может быть, попаду. Я хочу, чтобы это случилось до конца сезона, чтобы мы здесь снова так собрались и так сидели. Только за. Среди болельщиков, на самом деле, вот тревога такая, да, практически весь сезон, она там звучит в чатах и так далее, о том, что игроки не верят в то, что стадион будет достроен, и поэтому где-то не до конца выкладываются. Вот насколько это в какие-то моменты может быть соответствовать действительности и нет? Вот расскажи просто реально, как это. Да нет, это все, я думаю, мы на это вообще не обращаем внимания, при том, что нас уже два раза возили на стадион, где показывается, что колоссальная работа проделана на стадионе. Я, ну, уверенно могу сказать, что этот стадион будет готов, как и президент клуба наш говорит, что этот стадион будет готов. Нам надо самое главное выходить и на футбольном поле доказывать, и как можно быстрее забраться на первую строчку и вот оставаться там до конца сезона. А насчет стадиона, это все думают, что, ну, я не понимаю образный момент, как можно выйти на игру и думать, а есть у тебя стадион или нет этого стадиона. Ты уже вышел, тебе уже назад дороги нету, ты максимально должен выложиться и принести победу команде и все. Да, тем более, что это не задача футболистов. Это, ну, мы ничего не можем сами, мы же его сами не строим, это не наше дело. Наше дело, сейчас они достроят образно стадион, а команда не выполнит задачу, ну, вопросы, кому будет, к футболистам, к спортсменам, к главным тренерам, только вот так. Нам надо сначала свое по-спортивному выполнить, первое, второе место, первое место, выйти напрямую и дальше мы уже будем смотреть. Ну, президент клуба сказал, что стадион будет готов. Все-таки, Константин, тот факт, что у команды нет своего стадиона, нет, есть, точнее, усталость уже от того, что они видят родные трибуны. Ну, честно, да, уже это чуть-чуть напрягает реально, потому что, ну, не атмосферно, на вот, в Груздом не атмосферно, они им было большое спасибо, что они предоставляют стадион, все, ну, вот нету вот заряда какого-то, нету вот дополнительного, что реально вот концовка матча, а вот даже сопол. Одна истинка, да, что будет? Да, Сокол, Саратов, вот команду, ну, у которых мы должны были забирать обязательно три очка, и вот, я думаю, играем в Владиковкаре просто, да. Нужна была армия болельщиков, которые бы сами вот реально за нас затолкали бы этот мяч в ворота, и мы бы победили. Да, вот это вот чуть-чуть не хватает, и чуть-чуть вот, ну, дорога, вот это, ну, это уже не будем за это говорить, потому что все равно надо ездить и выигрывать. А мне вот сейчас самое интересное, вот про факторы давления такие сказали, да, которые, возможно, влияют на футболистов, а вот то, что происходит в информационном поле, да, насколько это влияет? Я понимаю, что вопрос, давай попробую сузить. Мы здесь очень часто тоже и критиковали, и ругали, и пытались что-то, ну, такое, и про стадион 1500 раз говорили. Вот все, что происходит в СМИ и все, что происходит в кругах болельщиков, да, это влияет на игроков? Они следят вообще за этим, смотрят? Ну, сейчас скажу, что вообще нет, тоже совру. Ну, где-то это проходит мимо одного, мимо второго, один второму сказал, второй третьему сказал, и все равно какое-то обсуждение бывает, но мы максимально стараемся ограничить это, чтобы как можно меньше разговоры ходили об этом, что нас кто-то критикует. Критика всегда будет выигрывать, и по 5-0 каждый матч в себя найдется человек, который будет критиковать. И максимально стараемся обходить это стороной, чтобы не слушать. Вот у нас есть наша задача, у нас есть наше дело, и мы его хотим выполнить. Скажите, критика, будь то она конструктивная, добрая, плохая, по делу, нет, она все-таки больше подстегивает или подкашивает? Нет, если по делу, то мы только примем ее, главное, что по делу. Но есть моменты, которые вообще бывают не по делу, и на это не хочется даже терять время, потому что, ну, есть люди, которые вообще не понимают образно, что такое футбол, и не хочется много времени на это терять. Евгений Калешин ввел штрафы за общение с агентами на территории футбола, так обозначим это, да? Какие еще ограничения вводят? Ну, я не знаю, откуда вот эта информация. То есть не было такого? Нет, штрафов нет у нас за общение с агентами, это все. То есть просто сказал, лучше не надо? Ну, лучше, да, пока давайте ограничимся. Вообще за что-то штрафуют ограничения? Ну, есть, как и в любой команде, есть штрафы, там, за опоздание, за не ту футболку, за неправильную одежду, ну, есть штрафы. За что штрафуют чаще? За... Ну, есть эти, бывают моменты такие, матерные слова про, ну, проскальзывая. За нецензурную лекцию? Ну, да, да. Это во время игры или на тренировочек? Тренировка, игра, он максимально хочет укоротить, чтобы вот как можно меньше слов матерных было. А тренеру самому приходится платить штрафы? Да, все платят, все платят. За рабочий мат? За рабочий мат все платят. А питание? Говорят, что Калешин очень сильно следит за питанием игроков. Да, и футболисты сами за собой следят. Уже нету в этом проблемы вообще никак. Как профессиональный футболист должен, мне кажется, следить за своим питанием? Потому что, ну, кушать и пить все под рад, это непрофессиональный футболист уже будет растолстеет и так тяжело. Ну, да, мерят там жировую прослойку, мерят взвешивание бывает. Ну, прям так, чтобы не сказал бы нормально. В 2002 год, в межсезонье, кто-то из игроков приходит в гостиницу, там, в пакете у него кола, чипсы и прочее. Мунтян, когда это все увидел, такие глаза у него, отобрал пакет и топтать начал. Ну, у нас бы так же было. Отобрал пакет и пошел в свой номер, да? Вопросы в телеграм-канале еще поступают. Был вопрос про контракт. Насколько лет у вас контракт? У меня еще контракт, вот, по окончанию этого сезона еще два года будет контракт. Отлично. И еще вопрос, ну, что вы готовы ради барсов? Вот такой вот вопрос. Да я, ну, ради... Такий гол забить, да? Ради барсов, ну, что я стараюсь, моя задача какая, выходить и максимум делать свое дело. И за барсов я это как-то даже, вот, я побыл в разных командах, я понимаю, что за свой родной клуб у меня, ну, у меня энергии больше, я отдаюсь больше. Я не знаю, с чем это, это мое родное, я готов ради этого клуба, ну, все. Не знаю, как, вот, ответил или нет, но я думаю. Я думаю, ответил. Не раз приходилось слышать, в том числе и от коллег-журналистов, о том, что, в общем-то, где, ну, то, что этот состав, если не выйдет он в этом году, то нужно будет как-то перестраивать команду, поскольку, в общем-то, уже возраст не тут. Менять и обновлять. Менять и обновлять, да. В общем-то, более того, бывают такие мысли, не раз тоже говорили об этом, то, что некоторыми игроками якобы невыгодно выходить в премьер-лигу, нашим имеется в виду, поскольку, ну, в общем-то, они не будут заиграны вот так вот. Константин, может быть, в общем, такой вопрос, может быть, вам, как представителю команды, все-таки, насколько в данном случае бывает, как бы, игрок свои возможности как-то, скажем так, взвешивает? Или, в общем-то, главное, вот выйти, а там, то, чтобы трава не расти, хоть саму не играю больше, но главное выйти. Ну, я не знаю, вот у меня даже мысли такой нет, чтобы кто-то мог сейчас так подумать, что вот, зачем нам не выходить образно, я не буду выкладываться на максимум, потому что, что мне там ловить образно в премьер-лиге, да. Если бы, может быть, это какая-то другая команда была, то, может быть, да, но здесь, я думаю, такого не может быть. То есть у парней все так же горят глаза? Ну, это сто процентов. Ну, каждый столько лет уже мы где-то, где-то рядом, и вот чуть-чуть чего-то нам не хватает, и это тяжело, с каждым годом все тяжелее становится, и одним составом играть, вы тоже правильно говорите, это вроде мы должны сыгрываться, но психологически это давление очень сильное, как мы все игры, мы четвертый год команда уже играет на выезде практически, и это тяжело все равно, ну, команды глаза горят, и на этот, ну, вот этот сезон мы должны, выжать из каждого из нас максимум. В анонимных телеграм-каналах муссируется информация, вот буквально это появилось дня два назад, о том, что Гуриевым уже не интересен проект Аланья, о том, что они потратили много средств, о том, что они потратили, ну, имиджевые убытки уже тоже терпят за счет того, что они стадиона еще нет, команда еще не выходит в премьер-лигу. Вопрос такой, насколько эта информация, ну, как вы считаете, действительно ли Гуриевым уже не интересна Аланья, не готовы оказаться от проекта? Ну, логично, давайте судить, то есть как-то Гуриевы вкладывают немалые средства, в том числе строительство стадиона, немалые деньги-то. Хотя стадион строится на... Ну, да, где-то там, словно говоря, плафоны улучшили, где-то в туалетах сантехнику качественнее установили. Нет, и тем не менее, знаешь, слушай, они... Я извиняюсь, можно я добавлю? Давай, я извиняюсь. Я извиняюсь за то, что перебил. Вот в этот разговор я вообще не верю. В защиту Владимира Валерьевича я могу сказать, что точно с его слов такое не могло произойти, потому что я вижу, как он живет этой командой, и я вижу, что он хочет, чтобы эта команда была в премьер-лиге. И он колоссальные усилия прикладывает, и в том числе финансов, чтобы эта команда вышла в премьер-лигу. А скажите, что он говорил на последние? Какие слова он нашел, чтобы подбодрить команду во время последней встречи? Вот недавней, которая... Это даже не слово то, что подбодрить, а... Что он говорил? Ну, речь шла только за стадион. Он хотел нам дать понять, что, ребята, может быть, он также говорил, что есть посторонние люди со стороны, которые на вас оказывают давление, что там стадион не будет готов. Поехали, я вам лично сам докажу и покажу, что этот стадион будет готов. И не было никакой там в плане игры, или он туда вообще не лезет как бы. И мы увидели все своими глазами, он нам все рассказал, и каждый ему поверил, и каждый верит ему. И вот то, что вот это, я думаю, это такое фейковое, вброс фейковый, потому что такого не может быть. Вы заметили, что Владимир Валерьевич появляется в те моменты, когда вот такие кризисные, скажем так, моменты, когда требуются... Да, это очень важно, кстати, было. Ну, скажем, честь и хвала ему, что в этот момент он приехал, и, в общем-то, тем самым как бы пришел к команде и поддержал. И все-таки давайте вот ваше мнение тоже. Это даже Борячков поддержал. Проект Алани интересен? Кому? На ваш взгляд, Гриевым, конечно. Ну, и разу, я... С учетом тех слухов, что все-таки... Ну, скажем, я чуть ли не каждый год спрашиваю у Данила, то есть, ну, отцу это интересно все так же, он говорит, с каждым разом все интереснее и интереснее. Если вначале как-то, ну, в общем-то, он понимал, что это больше для меня, да, делается, а сейчас как-то он как будто я рыбалечиком стал. Я, говорит, его сам не узнаю. Ну, вот так, ну, что называется, за что купил, за то и продаю. На мочах это часто появляется, да? Ну, последнее время уже нет, там чуть-чуть есть моменты со здоровьем, где он сейчас больше по телевизору в основном. Ну, а так до этого, да, часто. Ну, Данил ездит постоянно на матчи. Там, на самом деле, сама новость, даже структура, я ее тоже прочитал, ты мне ее скидывал. Ну, да, интересно стало, слушай, я увидел и увидел. То есть, вспомни формулировки, да, просто на семейном совете, старший Гуриев сообщил, что ему этот проект неинтересен и так далее, приняли решение. Да, и автор этих срок, кто в семейном совете записывал. Информация, да, семейном совете, откуда у человека, ну, кто ее даже слить, да, мог просто-напросто. Ну, какие-то такие, даже просто конструкции, которые автор новости выбрал, ну, как будто бы... Ну, просто, кто даже и придумывает, это все равно. Константин, очень такая драка будет, серьезная. Сейчас? Да, вообще у нас, чуть ли не каждый матч у нас, как бы, на вес зол на 6 очков, вынуждены компенсировать. Очень хорошее в этом году, вот, как мне кажется, вот, заварушка, которая в НЛ, да, она мне нравится. Плотность, стремилась. Вот, вот, какие самые интересные команды для вас из конкурентов? Ну, я выделил бы Химки, московские Химки, они, ну, у них команда уже сыгранная, есть понимание, что, как происходит вообще с хорошим тренером. И еще бы выделил бы, вот, которые реально понравились, это Тульский Арсенал. Вот, две такие команды, кого бы я прям выделил в лиге, что они, у них есть понимание, чего они хотят вообще. А остальные все на плюс-минус одном уровне. Еще один вопрос, можем озвучить от болельщиков, с кем больше Костя дружит в команде? Да, в догонку, с кем проживает в комнате еще больше. А, с кем проживает в комнате, это со своим братом Аланом Чучиевым. С самого начала он меня сразу очень тепло встретил, и мы с первого дня с ним вместе живем. Ну, мы давно знакомы, да, со всеми практически здесь был знаком, очень близко, и нету такого мы... У нас нету, что кто-то с кем-то дружит, кто-то с кем-то не дружит. У нас мы перед тренировкой можем поехать попить кофе и скидываем в общий чат там ребята, кто будет кофе, и все собираются. Ну что ж, Константин, я хочу сказать спасибо за дебют, во-первых, здесь на телевидении. Не только в нашем проекте, но и в принципе, да, вот в нашей студии. Да, и спасибо за то, что приняли приглашение, за то, что поучаствовали в этом прямом эфире. Удачи вам, успехов в следующей игре. Я за себя могу сказать, я поеду болеть. Я тоже. Вот, там мы увидимся. Аланья чемпион. Аланья чемпион. По традиции, так будет всегда. Спасибо, что были с нами. Всего хорошего. Иристон Ти Ви подкаст. Только футбол.